всех приветствую я донис мы продолжаем проходить гнев друидов после успешного штурма надо поговорить с баридом бедняга это он после буханки нормально классный замок такой нестандартные горах находящийся очень живописное место просто крылья слишком легко мы его взяли то есть его можно оборонять очень долго и хорошо получается всего один подступ где там он с этой стороны вот да и почему наших солдат подпустили прямо к самому входу да я вскрыл ворота ну вот здесь можно было оборону держать не подпускать никого вот же первый эшелон обороны но главное это вот здесь вот этот мост на этом мосту можно было очень долго ворону держать во первых посты должны стоять на всех камнях вот там дежурить то есть они должны были давным-давно увидеть приближающихся врагов и как-то там факелами звуками подать сигнал а тут целая армия подошла они не заметили ну такое просто я очень многого ожидал от этой крепости сюда нам нужен идем наше войско отравлено семя локи но уже шлюхин сын кто и начерпи вот он мой король тебя нанял барит этого он дал мне яд заплатил 7 монет серебром король дублина господин я я отравлены одни ирландцы а вы данный пышите здоровьем господин в руках дары на устах лезть а на уме измена господин ты знаешь что это ложь данный не жалуют яд а в баре где нет коварства господин это он говорит отрави проклятых ирландцев смертью мне угрожал молчать увести его нет нет я не виноват киара и проницательна и потому стала моей правой рукой он идиот его по-любому бьют это виночерпи или тут попытается в игре сказать что нет так просто людей раньше не убивали ему адвоката должны выдать он отравил блин его первых должны допросить с пристрастием с каленой кочергой и тогда он все расскажет а потом убьют по-любому что это за допрос такой такой важный вопрос его должны там не знаю растянуть за руки за ноги на дыбу ну и без кочерги конечно никак но дублинцу я не верю господин я верно служу тебе он не лжет король я сказал молчать данный часто служит двум господам барит не покидай стен замка пока я не решу как с тобой быть сперва мне нужно помочь воинам господин и я знаю женщину способную исцелить что угодно она тоже из вашего языческого сборища позволь с ней встретиться вдруг поможет ладно ступай возьми воина для защиты я выбираю тебя встретимся в конюшне у главных ворот барит ты должен быть благодарен что не лишился головы я благодарен еще как вот ублюдки плетут козни свои это мы читали вроде ли ооо тут хорошие награды яство а сокровищ тут хватает посмотрите идем нужно найти дырдра кто она такая друид и мудра не по годам ты готов не терпится ее встретить ну что поскакали мудера это бардиха бедный барит мне очень горько что флан мог хоть на миг поверить в его вину у отравителя было две цели ослабить войско и устранить баре да но кто за этим стоит войны кашляют кровью похоже на яд что любят друиды из братства детей дану кто они христиане пришли к нам не с миром многие друиды тогда объединились они поклялись уничтожить христиан принялись сеять повсюду раздор и смерть многие из них тайно живут среди обычных людей а дырдра и остальные истинные друиды противостоят детям да но они разобщены потому-то я и мечтаю сделать флана верховным королем ирландии он победит детей дану и даст истинным друидам жить спокойно до смена религии тяжелая штука это же прямо идеология представляете смысл жизни у людей основа существования расскажи о своей подруге все это поменять друид я знаю много лет мы вместе учились ты была друидом фигасе стреляет далеко вау ну продолжай давай расскажи о своей подруге блин блин за этих бандитов диалог потеряли ну ладно мне нужна твоя помощь сегодня на поехали красивые места стань моими глазами жилища дэрдра эйвр она немного странно да точно странная асфин киара ты наконец-то решила вернуться в лоно лесное дэрдра это эйвор прости но мы пришли к тебе за помощью я видела знаки но надеялась что ошиблась дети дану да люди фланна кашляют кровью ты знаешь что нужно но разве нет другого пути а чем идет речь дети дану делают этот яд но также владеют ключом к спасению нужен янтарь и смолы их священного дерева у каждого из детей есть при себе кусок такого янтаря стоит его окунуть в кровь владельца и пробудиться заключенная внутри сила мрачное дело как мне найти этих темных друидов один наш друг пытался узнать истинные имена дану он надеялся найти того кого зовут крапивником но нашего друга убили дети дану очень опасны может что-то найдется в его доме он на севере у торгового поста порта аули близу стебали и садары я отыщу крапивника окуну янтарь в его кровь и вернусь да хранят духе твой путь ох как все непросто что я знаю про это дитя дану прям какая-то мистика дети дану тайный союз друидов члены которого проникли во все слои ирландского общества и стремятся его разрушить чтобы победить их ищите подсказки по всей ирландии типа ордена древних разоблачение и устранение детей дану ищите подсказки выполняя сюжетные задания исследуя ирландию собрав все подсказки о конкретном друиде вы узнаете кто это и сможете выследить ну все как обычно ничего нового крапивник смотрите заброшенный дом на берегу у порт аулии в устье реки бале эсадара к северу от канахта так порт аулии а пойдем туда а я могу прямо туда телепортироваться сразу да ладно я же еще не открыл это место как-то неправильно как по мне как по мне это вообще баг такого не должно быть ты зараза а а а их побольше чем обычно а 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 они серпами да точно тут ачивка даже есть убивать серпами мне тоже нужен серп свой интересные ребята мистические мистические а и в основном женские голоса Записка написана. Аккуратным почерком. Как и предполагалось, все ценности увезли кешкаран. Здешние люди боятся колдовства друидов и не станут ничего предпринимать. А как? Посмотрите, сейчас написано быстрое перемещение. Недоступно. Я могу переместиться. Че за нафиг? По-моему, это баг. Вот, видимо, кешкаран вот здесь находится. Пойдем туда. Тут еще событие какое-то. Ого, какая кость. Ничего себе. Вот собачка бы обрадовалась. Особенно какая-то чихуахо. Так, а это что такое? Какое-то пламя нарисовано. Это что-то новенькое. Начнем испытание. А, испытание Морриган. Понятно. Оборотень. Слава ведьмака не дает покоя. Да зараза. Чуть не убили. Не слабые ребята. Иди ко мне, дружок. Он восстанавливается от скотина. Зараза. Так, надо сосредоточиться. Хорош. Что это такое тут происходило сейчас? Блин, опасно было. Холера. Ну, оттого интересно. Морриган опасная девица. Богиня. Лети, Сюнин. Нам нужна грамота. И она должна быть где-то здесь. Волчара, зараза. Бешеный волк. Вот так вот. Вообще сильный волк, посмотрите. Долго бить пришлось. Что ты видишь? Ага. 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 Кешкаран. То самое место. Куда нам и надо. Тор дал мне сил. Ага. Как же я люблю эту способность. Грамота на торговый пост. Прекрасно. Тут еще что-то имеется. Зараза. Я думал, он упадет назад. Зараза, не хочет. Этот даже не заметил. А еще элитный друид называется. Вошара. Ммм, тут доспехи. Все кровью обмазали, ублюдки. Блин, энергия. Восстанавливается, тварь. Живучий какой-то, посмотри. Это не слабые соперники. Так, его мне и надо убить, вы посмотрите. Как удачно я пришел. Штаны друида. Туман безумия. Мы научились создавать туман, который проникает в сам разум. Грибы с белой каймой. Кора орешника и стружки священного янтаря. Также медвежье сердце и кровь ученого человека. Разогревать до появления свечения, после чего густой дым наполнит долину. Интересно, зачем кровь ученого человека? То есть кровь двоечника не подойдет. Ну, добей наверняка уж. Детей да, но все меньше. Это тот самый высший друид. Кумасках ясень. Пень. Не, это другой. В юности Кумасках мечтал о том, чтобы туманы Конахта стали так густые, что он смог бы раствориться в них и стать призраком. В этом качестве ему удалось бы наконец спрятаться от своих мучителей братьев и их жестоких игр. Однажды убегая от братьев, он искал спасение в туманной мгле и наткнулся на дряхлого друида, умевшего вызывать туман с помощью особого варева. Друид подружился с Кумаскахом и передал ему свои знания, раскрыв тайны стихий. Кумасках принялся экспериментировать с друидическим туманом, стараясь добиться все более значительного эффекта. В конце концов, при помощи этого тумана он свел с ума своих братьев, а теперь использует его, чтобы помогать детям Дану хранить свои тайны в неприкосновенности. То есть братья над ним издевались, и отсюда все зло. Так что поняли, если у вас есть младший брат, не издевайтесь над ним, то погубит вас всех. Пламя еще. Так, ну пойдем сначала сюда. Надеюсь, там не очередное испытание Морриган. Ни одного еще квеста не было. Морриган. Морриган. Везде этот гадкий едкий туман. Ублюдочные. Подношения. Ну, такие себе события. Это Джека Лента, смотрите. Пять копыт оленя. И получаем свое очко. Друманон. А, там город какой-то большой. А, Лох, это, наверное, вообще водоем какой-то. Потому что, посмотрите, везде, где вода, в названии Лох присутствует. Лох Туам, Лох Ри, Лох Нес. У озера, наверное, или водоем. Поскорей бы этот ублюдский туман убрать уже. Этот пост был построен для хранения драгоценных товаров, вроде слоновой кости и других редкостей. Придется немного поработать, чтобы восстановить. Окей. У меня должно быть достаточно одежды, чтобы отстроить жилища строителей. Теперь слоновая кость попрет. Так, ладно, нам надо найти крапивника. Берегу порт Аули. Заброшенный дом. Где-то здесь прямо. Не этот ли? Записка, найденная в порт Аули. Мне стало известно, что крапивник встречается с главой детей Дану на островке посреди Лох Гара. За прошлой ночью я спрятался в тени священного камня, надеясь их увидеть. Под покровом темноты туда сперва прибыл один человек, затем второй, крапивник. Потом, увы, они услышали меня, и мне пришлось бежать. Не знаю, кто был первый, но думаю, что я в опасности. Нас пока интересует крапивник. Теперь надо осмотреть священный камень на небольшом острове посреди Лох Гара. Близ Раткрогана. Ага. Ну что ж, поехали туда. А что это там такое? Вау. Что это за чудище? Плизиозавр? Их тут много? Так. Что это такое? Чудеса. Чудеса. Ну что же это такое все-таки? Скорее всего, дальше будет понятно. Кстати, обычно в Assassin's Creed каждое дополнение, каждый момент был обоснован и в реальности. То есть, мы попадаем в прошлом куда-то, но и в нашем времени там, в анимусе, человек, который в анимусе находится, что-то пытается найти здесь. А тут про наше время вообще забывают. Друиды ходят, патрулируют, ублюдки. Ага. Это должно быть тут? Покажи мне все. Только цапля. А это что такое? Мне кажется, отъезд от Орла теперь удобнее стал более плавный и показывать то место, куда ты смотрел. Вот, записка, найденная у большого камня. Крапивник, повелеваю, во время празднества врат Крога, не воспользуйся доверием к тебе, как к барду и распространяй слухи о том, чего вовсе не случалось. Выступать с речей ни к чему. Оставайся в тени, побеседуй с гуляками, уговори их забыть об обетах, что они принесли Ирландии, и устроить переполох. Да посильнее. И займись простолюдинами, а я проделаю то же с королями и священниками. Мало-помалу мы сломим этих глупцов. Дуб. А дуб, то есть, может разговаривать с королями и священниками, кто-то высокопоставленный. О, как. Не хухры-мухры. Вот он, Барт. Это женщина или мужчина, я не пойму, что это. Что за среднее такое? С усами вроде. С грудью. Это идеал Юбисофта. Так они видят эволюцию человека. А лиса еще живая, смотрите. Крапивник. Она распространяет лживые слухи на празднестве в Радкрогане в Канахте. Леди Ниав. Крапивник. Все-таки это она. Усы, конечно, модные. В детстве Ниав была молчалива, и многие считали ее немой. На самом деле она просто слушала. Когда ее голос наконец раскрылся, то оказался необычайно сладкозвучным и привлекательным. Ее сестра утверждала даже, что Ниав могла поговорить с животными, то есть с пьяными в баре. Как бы то ни было, овладев речью, крапивник стала демонстрировать в разговорах почти волшебную убедительность. Она избрала ремесло Барда, а дети Дану приняли ее к себе. Затем она привлекает в их ряды новых последователей. Теперь она привлекает в их ряды новых последователей. Но какая? Разберемся же с ней. Тут как раз недалеко. Подбреем ей усики. Так, куда идти? Я же вроде пометил, не? На компасе не показано. Давай, коняшка, поскакали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это и есть Ратк Роган. Неплохие укрепления. Ну, относительно. Да. А, это область подозрения. Тут надо быть осторожным. Окей. А, вон и она. Вспомним ассасинское ремесло. Как старые добрые времена. Зараза, всем спать. Почему вы не спите, ублюдки? А, энергии нету. Блин. Почему они так плохо заснули? Я что-то не понял. И в нее швырнул. Столько вариантов было. Звук такой мясной. Хорош. Хотел по-тихому. Получилось супер громко. А, вот это зрелищно. В труб кинул. Мне кажется, энергия стала медленнее наполняться, чем раньше. Ну, это правильно. Это баланс. Ну, давай. Ну, давай. Горит? Что это было? Увернулся? Нифига себе. Ну? Ну? Что такое? Неужели? Да сколько же вас тут? Тьма тебя не спасла. Отравление устроил некий улит из Туама по имени Бич. Расскажу, да я адрес Киаро и отдам им янтарь. Враги как-то посерьезнее стали. Ну, лук стал еще более имбовым. Амус. Так, ладно, все, уходим отсюда. Больше тут нефиг делать. Ну и, в принципе, на этом серия заканчивается. Всем, кто смотрел, благодарствую. До встречи. Тот, кто старшин. На этом этнице и отдам. Ну и, в принципе, на самом деле. Твой?